Ребят, доброе утро! Сегодня поговорим о планировании. Вообще, что такое планирование? Начнем с определения. Планирование – это оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей. То, что очень необходимо в нашем бизнесе. То есть нет плана, нет результата. Есть план, есть результат. Бывает очень часто так, что человек один-два каталога поделал планы, а они не работают и вообще перестал все это делать. На самом деле все это очень работает. У нас вообще бизнес очень простой, бизнес цифр, причем очень простых цифр. Кто не учил математику в школе, то здесь вам математика пригодится, здесь вы ее выучите автоматически. Поэтому сегодня я покажу вообще, как делается планирование, откуда оно берется, что это такое, с чего начинаем. То есть, конечно же, мы делаем анализ работы за прошлый каталог. Никто не хочет оптаться на месте, никто не хочет сидеть. Все хотят роста, все хотят денег. Поэтому для того, чтобы получить деньги, нужно делать действия. И вот какие действия нужно делать, их нужно запланировать, прежде чем делать. Поэтому с чего начинаем. Взяли, сделали анализ работы за прошлый каталог, взяли инфолист за прошлый каталог. И начинаем с ним работать. Я думаю, все уже знают, что такое инфолист. Если нет, то видео на канале у нас есть, как брать его и что там смотреть. Взяли инфолист за прошлый каталог. Начинаем крыжить и выписывать всех тех активных консультантов, которые у вас были по итогам того каталога. Просчитываем результат группы на этот каталог. То есть, предположим, в том каталоге у вас получилось 1000 баллов. Вы вышли на 9%. Ваш план, никто не хочет сидеть, все хотят расти. Поэтому ваш план прирасти, в этом каталоге выйти на 12%. 12% это 1800 баллов. Это я для примера вам даю. Не хватает 800 баллов. То есть 800 баллов делим на партнера, то есть на человека, который серьезно пришел в бизнес, на 150 баллов на активного человека. Получается, нужно пригласить всего 5 человек в команду, по всей команде, за каталог. То есть это более чем реально. Чтобы сделать прирост 800 баллов и выйти на следующую ступенечку, запланированную, на 12%. Естественно, мы не скидываем это на всю команду. Основную часть работы мы берем на себя. То есть вам нужно 5 человек за каталог. 3 вы приглашаете лично, и 2 остается у вас на команду. То есть вы выбираете из этого списка людей, человека, которые, людей, да, которые активные, которые хотят роста. Проговариваете с каждым, что какие у тебя планы на каталог, будем ли мы с тобой работать. То есть если человек говорит будем, вы даете ему четкое задание, тебе нужно пригласить всего 1 человека за каталог, который сделает 150 баллов. То есть 3 лично ваших человека и 2 человека, которые пригласила ваша команда. В результате у вас получилось 5 человек. Естественно, помним про то, что не все сразу же приходят на бизнес, кто-то будет делать по 10 баллов, поэтому этих людей сюда мы не считаем. Мы просчитываем только людей, которые пришли сразу на бизнес и на результат. и все, четкий контроль и результаты с партнерами. То есть прошла 1 неделя, снова проговариваем с теми людьми, которых вы запланировали на рост, какие у тебя результаты, кого ты приглашала, что ты делала, какая помощь от меня нужна, ну и так далее, и так далее. То есть командная работа, вот она таким образом строится. То есть конкретно посмотрим по моей структуре, как я планирую. То есть я выписываю каждый каталог, я делаю все это не электронно-вручную. Есть такая старая барная книга, и в ней очень удобно мне работать. Она по формату большая, формата 4. То есть там все видно сразу. Я прописываю абсолютно всю структуру, всю директорскую группу по фамилиям. Каждый каталог, не линясь, каждый каталог я прописываю всех. То есть вот так вот это выглядит мое планирование. То есть баринов 2 тысячи бонус баллов, три моей веточки, орешина 4 тысячи бонус баллов, Миниченко 3 тысячи бонус баллов. И по каждой этой ветке я прописываю абсолютно всех людей, которые делают 200 и 150 бонус баллов. У меня есть две колоночки, планы, факт. То есть я пишу, например, баринов, глазер, зеленцова, орешина, чижова, павлова. Ставлю им свои планы в соответствии с тем планом, который они сделали в том каталоге и чуть-чуть увеличиваю на побольше. Если этот человек постоянно 150 бонус баллов, я ему так и ставлю 150 бонус баллов. В конце каталога всегда подвожу итог. То есть сделал баринов 200 баллов, я там пишу факт 200. Сделала глазер, глазер я запланировала 150, сделала на 50, пишу там 50. Зеленцова запланировала 150, сделала на 200, пишу там факт 200. То есть вот таким образом я просчитываю абсолютно все веточки, все команды, все группки, каждого человечка и каждый каталог. Дальше, что мы еще делаем? Мы заходим в свой личный кабинет. Мы видим свою фамилию, свой статус на данный момент. Мы опускаемся чуть-чуть, вот прям после акции, сразу есть вот такая колонка бизнес-планирование, которая очень нравится, она наглядна каждый день перед глазками. Мы у нее заходим, начинаем тоже планировать. Нажимаем перейти в бизнес-планирование. Что делаем? То есть смотрите, здесь у нас есть абсолютно все данные по команде. Давайте мы сразу откроем калькулятор. Все данные по команде. Нас интересует первая, первый столбик баг. То есть смотрите, по итогам каталога, то есть на начало каталога при открытии, вот баг при открытии, баг по закрытию. То есть смотрим, смотрите, 11 каталог баг при открытии 116, баг по закрытию 117. То есть прирост очень маленький, практически роста не было. То есть у нас здесь уснувших 19 человек, рекрутов 16, плохо. Дальше, 12 каталог у нас баг при открытии 117, баг по закрытию 122. то здесь у нас уже прибавилось количество людей и это радует но это опять же не тот план который ставит нам компания который ставим сами себе мы для роста то есть мы топчемся на месте мы не растем а дальше бак при открытии 3 13 каталог мы смотрим 122 вот смотрите мы считаем 122 компания говорит о том что для того чтобы был рост команды у вас всегда должен быть прирост на 15 процентов по рекрутируем вот мы считаем 122 на плюс 15 процентов 18 рекрутов то есть у нас у меня должно быть по всей команде 18 рекрутов чтобы был рост вот смотрим до 122 рекрутов у нас было 25 у нас получился бак по закрытию 142 то есть вот этот каталог он классный он сработан в процентном рекрутирование даже выше чем ставит нам компания дальше считаем бак сейчас нас идет 14 каталог 2017 года мы считаем что у нас 142 142 плюс 15 процентов рекрутирование 21 то есть в этом каталоге у меня по всей команде должно быть 21 рекрут 21 рекрут вот здесь вот так мы с вами планируем 21 нам мало давайте запланировать ну пусть 30 так и остается смотрите 21 рекрут это оптимальный вариант минимальный даже нет не оптимальный минимальный вариант для того чтобы команда росла 21 делим на 3 ветки 21 делим на 3 ветки получается 7 рекрутов по каждой ветке то есть по ветке баринова 7 рекрутов должно быть по ветке Минниченко 7 рекрутов должно быть, чтобы команда росла. То есть вы считаете точно так же все на свою команду. Дальше. Мы смотрим стартеров. То есть стартеры у нас тоже должны увеличиться. Но вот у нас было в том каталоге 33. Мы поставили 45. У нас есть план 45. По факту пока у нас 2 стартера. Личные рекруты. Личные рекруты тут пишутся только те, которые зарегистрированы лично под тобой. Не через личный кабинет, да, в веточке, а лично под тебя. Рекрутов. Рекрутов. Вот давайте мы с вами. А, мы 30 уже поставили. Смотрите, рекрутирование у нас выходит автоматически. То есть вот при таком закладе плана у нас получилось рекрутирование 21%. То есть это очень классно. Наш план 15, да. Реактивированных по плану мы ставим 10. По факту сейчас уже 6. Поэтому мы увеличим количество. Давайте на 15 человек. Потому что сейчас идет акция реактивации. На нее, конечно, проснутся многие. Уснувшки, они есть в каждой каталоге. Это неизбежно. Во-первых, это 100 бальники, которых вы сделали лично сами на акцию. И, во-вторых, это люди, которые пришли, не получили результаты за один каталог. Такие люди-халявщики, да. Пришли, зарегистрировали, сделали один заказ. Хопа, по результатам одного заказа не свалился миллиард на голову. И они такие все забросили пока что. Поэтому уснушки, они всегда будут. И вот здесь очень важно, чтобы рекрутов всегда было больше, чем уснуших. То есть, вот опять мы смотрим на одиннадцатый каталог, да. На одиннадцатый каталог. Здесь у нас уснувших. У нас, во-первых, бак практически одинаковый при открытии, при закрытии, да. И у нас здесь уснувших 19, а рекрутов 16. Ну, то есть, неправильное сочетание. Такого быть не должно. Вот здесь у нас все отлично. То есть, у нас 9 уснувших, рекрутов 12. Здесь у нас 12 уснувших, рекрутов 25. Поэтому все здесь у нас отлично. И вот смотрите. У нас по плану, по плану у нас 14 каталог, бак при открытии у нас 142. По закрытию у нас должно быть, вот при таком планировании, у нас должно быть 187. И я думаю, что мы это сделаем. Дальше. Дальше смотрим. Активных консультантов. Вот смотрите, активные консультанты тоже у нас должны постоянно расти. То есть, вот мы смотрим, 12 каталог было 86, 13 каталог 104. Поэтому мы немного увеличиваем. В соответствии с тем, что у нас будет реактивированных очень много. Ну, вот я увеличила на 110. 110 активных. Пусть так и останется. По активности. То есть, смотрите, активность, которую говорит компания, что хорошо стабильная директорская группа, это 70% активности. Менеджерские группы точно так же. 70% активности при баке. Поэтому, смотрим, у нас здесь 75, 70, 70, 70. Здесь у нас по плану получилось 58, 82. То есть, у нас такого не может быть. Мы давайте увеличим немножко количество людей. Сделаем 115. Личный заказ. Вот я себе тут ставлю 200 баллов. Балл бонуса. Давайте 8500 увеличим. Да, давайте мы посмотрим соответствие. 4 плюс 3000 это 7. 8, 9000. Значит, мы здесь запланируем 9000. 9000. На данный момент у нас 1822. И новички в стартовой программе, они выходят автоматически. Средний балл, да, смотрите, средний балл изменить нельзя. Он выходит автоматом. То есть, он считается так, какой балл бонуса по группе вы запланировали и сколько активных консультантов вы запланировали. Вот, балл бонуса у нас здесь может быть не очень высоким. То есть, вот у меня по плану стоит 78, пока на 63, но ниже 70 опускаться нельзя. Вообще, оптимально, конечно, 150 бонус баллов, но пока мы на него не выходим, но выйдем обязательно. Вот, и смотрите, получается, да, за счет реактивированных у нас будет здесь поменьше средний балл, потому что на реактивацию все просто забирают подарки и опять уходят. Вот. Ну, вот таким образом строится планирование. Поэтому, я думаю, что вам все было понятно. Если что-то непонятно, пишите вопросы под этим видео, и я вам подробнее рассмотрю конкретно ваш план, где что непонятно, где нужна, какая помощь мне нужна. Ну, все. На сегодня все. Всем пока-пока. Хорошего вам дня и отличного вам каталога.